Познакомились, поехала на базар. Не знаю, что вся возила, что ведро у меня на руке. А он идёт с другом, уже знаете, Пашков Иван, что сам. Други, соседи были. И они вдвох идут, а я ж иду из... Пешков и Золновах из базара идёт. Да, что я там, картошки, когда ведро два, там, пешки. Ага, ходила, носила эту картошечку, два ведра, из вечера и до самого ра, уже солнца, чтоб книжки купить. И что, картошку ту не что отдала, книжки купила, чтоб что-то такое было. А тогда же иду я, а они встречаются, поздоровались со мной. Да я их добро не знала, они же старшие хлопцы. И тоже по школу говорит, что ты, Иван, девка, мол, хорошая. А он говорит, ну я так на Валюхе не женюсь, значит всё. И я купила такие медальончики, такие блескучие, показывала, что я купила на базаре. Ну и всё, а тогда же прибег. Здесь у Касавицы мы познакомились, а в октябре уже поженились. Да, здесь месяца трюм уже, примерно. Да, у Касавицы. В общем, должен полюбить. Да. Ты на тебе на старость меня доедешь. Значит так надо. Вот это так. Свайба была у нас. Поезд был, кони. Конями, запряженные, что тут ленточки, что украшенные. И молодая же сидит, молодая. Ездили в Кирилловку, да? Да. Ну покатались. На брычке. Молодая. О, а теперь расскажи, как ты на воротах выкуплял. Ну, чтобы расскажи, пойду я покурил. Вот такая у вас бабушка. Вот и все. Иди, у тебя на воротах. Ну, ты у меня на воротах был? Тебе вывели меня. У меня на воротах был. Ну а ясно. Хлопцы же требовали себе водку. Да. Ну? Ну что, заплатил да и все, бутылку вина. Бутылку вина. Вон живы сейчас. Рыжка Теля. Брал на воротах тогда. И еще один парунек. Могарыча за невесту. А тогда что? Раньше ж это сейчас в субботу. А тогда ж в неделю гуляли. А в субботу я ходила ж по родичах гукала. В Валерьяновцы ж была. И тут ж все село. И это ж все дружки идут и спевают. И спевают без конца ж спевают. Молодая ж. Походили. Пришли. Ну это ж уже отбыли. А на другий день приехал уже забирать. А на воротах у них расложили костер хлопцы. Тоже чтоб Могарыч разяго стягнуть. У вас? В пятницу пекли каравай. У вас в хате? У нас в хате. Где мы жили. Моя. Все. Дом стоит. У тоже может это. Там близко. У то что спаленный дом. А когда пекли каравай вы ж дома были? Да. Что-то помните? Дома были. Это ж печи раньше ж. Женщины ж такие приглашенные. Пекли это. Солодкое. У то есть гилочек. Шишки. Потом вот эти вот. Да. Вот такие. Пекли и спевали. За каждой мотой была песня. Каравай значит песня же. И все-все-все-все. И то сколько идей. А тогда ж каравай спекли. Шишек напекли. Сколько каравай них было? Ну, у человека три-четыре их. Четыре, да? Парные. Да. Тыя. Печуть же мотаю. Тоя, тыя, тоя. Ну, тесно. Это ж такое. Вот так. И все спевали. Наша печера гоче, караваю хоча. Вот так. Ну, это получается, вы прожили в браке 60 лет. Да. Ну, у вас уже опыт колоссальной семейной жизни. Вот какая для вас самая важная формула, что ли, счастливого брака? Ну, что детки. Детки. Ну, рабыли. Ну, всего было в жизни. Это ж такое. Ну, а что бы вы пожелали людям, которые только встречаются, собираются пожениться или вот в браке там живут, совсем ничего, там три года, пять лет? Да. Чтоб, самое главное, чтоб прощали один другому. Ну, спасибо вам огромное за разговоры, девочки. Долгих вам лет жизни, здоровья. Пусть дети вас навещают чаще, внуки приезжают. Дети у меня золото. А у кого? Ну, я за своих, я за чужих не кажу. Сынок на Дальнем Востоке. И внучки, и звонят, и фотографии там. Столько, и свайбу прислали, всю пачку, как гуляли у внучечек. В общем, у меня не забывают и без конца не звонят, поздравляют. Его повешали. Вы тоже поздравляли. Красиво. Я вам благодарна, что вы не забываете и... Субтитры сделал DimaTorzok